Добрый вечер, дамы и господа! Вот я перелетел через океан, теперь я опять нахожусь в Болгарии, где когда-то жил раньше. Приехал я сюда на лето и воспользуюсь Болгарией как плацдармом для экспансии по Европам, по тем фестивалям, в которых я участвую со своим фильмом «Буракам здесь не место» и буду делать какие-то репортажи с этих фестивалей, говорить об этих странах. Сейчас я нахожусь в военном музее в Софийском, здесь много всякой старой ржавой техники, с некоторыми танчиками я когда-то делал всякие перформансы, потому что грех их просто не сделать. Также я буду обозревать местных блогеров, уже наметились определенные кандидатуры в плане этих блогеров. Могу сразу сказать, что по-настоящему интересных из них я не нашел. Какие-то жалкие суррогаты, что-то вроде Паши Микуса. Я не знаю даже с кем можно сравнить, но и на Пашу Микуса они не тянут. То есть любопытно то, что это люди, которые не делают летсплеев, абсолютно никаких летсплеев, но как бы один из них посетил какой-то геймерский фестиваль, где, в общем, весь посыл заключался в том, что он подходил к несчастным геймерам и спрашивал их, гей ли ты гей, была пауза, потом мер. Ну и как бы вот такая шуточка, да, то есть причем эта шуточка была очень затяжная. Сам видос длился минут 25 или 30. Люди реагировали на это, ну, как-то так тоже вяло, то есть для них это, для этих самых геймеров это не была шутка, прямо скажем. Абсолютно никакая шутка, а просто была какая-то хрень. Как вот человек, который к ним подходит и спрашивает, да, и они как бы довольно мрачно ждут, что он скажет в следующий момент. Вот как бы вся такая. И там ты играешь, да, играю. Ну и еще было, конечно, очень смешно, как казалось этому человеку, да, когда он подходил к каким-то людям, ну, к какой-то престарелой бабке там, которая сидела, я не знаю, наверное, какая-то уборщица в какой-то красной робе и спрашивала, ты играешь? И она, естественно, отвечала, нет, не играю, сынок, там что ты. То есть типа очень смешно, да, вообще обосраться можно как смешно. Вот. Но тем не менее этот чертило, он очень популярный. Другой такой персонаж, Эмил Кондрат называется, это не он, про которого я сейчас говорю, тот называется как-то по-другому. Вот. А этот Эмил Кондрат, типа топовый, самый топовый блогер. Был недавно ТОП-150, который публиковали все бумажные журналы болгарские. И в этом ТОПе, вот, лидирует Эмил Кондрат, я посмотрел, что он делает. Опять же, ни одного летсплея, вообще никакого упоминания ни про какие игры. Все, на чем он сосредоточен, это обсасывание, даже не сплетен. Представьте себе, даже никаких референций по отношению к другим блогерам нету. То есть он не говорит, как, например, в анамас про какого-нибудь лолошку, да, или там еще что-нибудь подобное. Или, я не знаю, как, тунеядец про кого-то, да. Нет, ничего такого нету. Представьте себе, что человек зацикливается на каких-то по-настоящему странных вещах. То есть, например, как кликать мышкой или еще какая-то хрень. То есть, длится это, опять же, 25-30 минут. Видосов невероятно много. Все они, ну, конечно, этот человек по русским масштабам, это просто несуществующий блогер. То есть подписчиков у него, там, 125 или 127 тысяч. Просмотров, соответственно, тоже примерно как в худшие времена, которые наступили для Хованского и Мэдисона. Сейчас, да, я вот смотрю, и что-то у них совсем в этом смысле просмотров как-то становится все меньше и меньше. Вот. Но для Болгарии, видимо, это выдающийся блогер, потому что Болгария как-то в блогерство вошла не совсем давно, совсем скоро, совсем недавно. Вот. И поэтому, наверное, это какое-то достижение. То есть он не миллионщик никакой, миллионов у него вообще там нету, и не говорим уже там, как его можно сравнить с какими-то там лолошкой тем же, да. Вообще просто, где он их делал ложка, то есть просто сравнивать не с чем. Ни про какой Майнкрафтик он не говорит, этот Эмил Кондрата говорит, опять же, я говорю, вот просто-просто про какое-то про ничто. Все его видосы, это видосы про ничто. Он периодически во время этих видосов переодевается то в костюм Супер Марио, то в костюм Луиджи, то надевает какое-то сверх полотенце на голову. Вот. Вот и вся хрень, собственно говоря. Я не знаю даже, интересно ли мне встречаться с этим человеком. Выглядит он, ну, наверное, он выглядит для всех пап очень секси. Наверное, на этом все держится. Не знаю, такой типичный мачо, в общем, который на пляжике снимает русских коров, трахает двоих во все дыры, а потом вытягивает из них все бабло. А потом коровы плачут, приехав к себе назад в Усть-Жопинск. Соответственно, вспоминает, какой был чудесный мальчик там на море. И как она влюбилась без памяти. Да, таких мы знаем, таких персонажей мы знаем. Я не знаю, насколько этот. Я думаю, что нет. Этот, наверное, все-таки компьютерный задрот, раз он так делает много видосов. Наверное, он все-таки не жигало, что называется, болгарский ларус, что называется. То есть человек, который эксплуатирует туристок, заезжих таким образом, сексуально эксплуатирует. Вернее, они его как бы эксплуатируют, но на самом деле платят бабки все-таки. Вы знаете эту опцию, черт возьми, что я вам объясняю. Вот такие вот дела. Короче говоря, я постараюсь сделать обзоры на все, что здесь может быть интересно. То есть я имею в виду, конечно же, сетевую культуру. Прежде всего, потому что в городе смотреть особо не на что. Ну, для меня, по крайней мере, не на что. А для вас не знаю. Может, кто-то из вас был здесь, может, не был. Но я могу сделать, конечно, несколько репортов. То есть здесь сейчас идет фестиваль Нордика, так называемый, фестиваль современного искусства. Я на нем побываю. Пригласил его, как у меня нету, поэтому сегодня на вернисаж. Меня никто не ждал, собственно говоря. Пригласил его, как не сделали, не прислали. Поэтому на вернисаж меня сегодня, наверное, не пустят. Хотя попробую туда прорваться. Вот, собственно, и вся история, что касается заказов на обзоры каких-то фильмов. Да, как бы это возможно все сделать. Я постараюсь выполнить ваши заявки. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Маврамати. Спасибо. Спасибо.